Крис и Тома В 4 серии у меня шипел ужасный микрофон, мы протестировали, все было нормально, начали запись, и, соответственно, гарнитура сломалась почти в начале записи, и 4 серию мы еще как-то вытащили, но, к сожалению, прошлая 5 серия, которую мы записали, не увенчалась успехом, из нее мы ничего извлечь не смогли. Вот, собственно, что мы делали? Мы ходили вот туда, в тропический лес наш, который на горизонте, нашли там, собственно, какао-бобы для печенек, побродили там, в принципе, больше ничего интересного, храма мы там никакого не нашли, видели одного оцелота конкретно я, попыталась его приручить, побегала за ним по деревьям, но кошка убежала. Вот, Крис в это время нашел там какие-то шахты, и что-то там ходил, копал. Ну, я, в принципе, там углем запасся. Ну, да, вот, и еще мы пока туда шли, узнали, что у нас тут на равнине ходят кони. Там, ближе к джунглям. Да, которые мы, собственно, сегодня хотим пойти и попробовать кого-нибудь приручить, чисто ради посмотреть. Вот, а еще у нас было множество комментариев насчет носков. Да. Пошли посмотрим носки. Пошли посмотрим носки. Раз так все просят, надо посмотреть носки. Давай, ты посмотришь носки на первом этаже, а я на втором. Вот у нас тут носки над камином, а еще у нас есть носки здесь вот. Ну что ж, смотрю, что внутри носка. Подарок. И, а, а какой подарок? У меня разве что-то добавилось в инвентарь? Да. Ну, такой прям подарок выпадает. Да? Да. А мне что-то ничего не... А, вот он, он выпал далеко. Я его сразу не видел. Ой, правда, подарок. Так, а во втором? Подарок другого цвета. Если его положить в верстак, ну или в инвентарь, ну, не знаю, в верстаке точно видно, что вот у меня, допустим, кирочка на 4 плюс урон. Представляешь, была в подарке? Круто. Ты уже достала? Да. Круто, а я, знаешь, а поставить их нельзя? Сейчас, у меня еще второй, я сейчас попробую. Блин, нельзя. Не ставится? Нет, не ставится. Ну, ладно, давайте посмотрим подарки. Так, а как их открывать? В верстак? Да. Ой, мне железные ботинки подарили. Ой, Санта Крипер, спасибо, железные ботинки. У меня брони нет, у меня ботинки поставили. А, нет, ставится, ставится. Все ставится, просто это самое. Вот, можешь подняться на второй этаж, просто там у нас ковер лежит, поэтому не ставится. А, на ковер не ставится. Ну, ладно, мы уж откроем. Прикольный. Большой такой. Мне достался изумруд и еще одни ботинки. А, погоди, у меня нет ботинок. А, ну ладно, хорошо, я теперь в ботинках. Что-то я подумал, что у меня не есть ботинки, у меня на самом деле есть броня. Ура, у меня теперь есть ботинки, но до сих пор нет C2. Ну, ладно, а изумруд я положу к тому изумруду, который у нас там лежит, не помню где он. Вот здесь. У нас один алмаз, два изумруда. Вот, ведь у нас теперь подарок подъел. Да? Круто. Носок можно обратно повесить. Да, если убрать ковер. А ты носок снимала? Я прям из носка вынул. Да? Да. А я снимала. Ну, ладно. Напоминаю, что мы записываем одновременно, и вы можете посмотреть. Первая ссылка под видео, это ссылка на эту же серию глазами другого человека. Другого пони. Почему у нас нет ковра перед выходом? Потому что коврик нельзя класть перед выходом, тогда двери не работают. Понятно. Ковровая дорожка ведет прямо в эту самую. Ладно, что в перечку. Кстати, мы можем еще сходить и ограбить, у нас же там носков куча висит по домам жителей. Да? Да. Вдруг мне достанется броня. Ну, давай. Заглядываем в окна. Вот, вот здесь у нас есть. Отлично. Сами я не забираю, так что мы их заберем. Я прям в окна буду заглядывать. Да, он там, по идее, в каждом доме висит. По крайней мере, я старалась. О, так, вот. Посмотрим. Ой, печеньку достал. Окей. Эти ходят, беднями. Все? Так, эти два я забрала. Я нашел печеньку. Это тут хипстер-пони. Изумруды обменивать на пузырек опыта. Нам пока опыт не нужен. Шлем железный. Так, а ты? Это ты с этой самой в руках носишь шиницу. Ладно, хлеб я возьму. Ладно. Такие вот мелкие подарочки. Ладно, карамельку я пока два поставлю под елку. Мне ботинки все-таки достались. Я, правда, хотел броню, но Санта Крипер подаил мне ботинки. Может, они еще будут обновляться каждый вечер. Давай пойдем уже. Ага, сейчас. Все, грабил. Пойдем куда? К лошадям? Нет, сначала надо сено насинить. Что сено? А, сено собрать? Ну, по идее, наверное, как я поняла, лошади приручаются и без кормежки, но... Ну, давайте соберем эту же сено. Кто-то где-то у нас хрипит в тени. Я одну эту самую грядку хоть соберу. Да, ну только засади потом обратно. Так, вот я ее залил. Так, сажаешь. Блин, я затоптал. У тебя есть саха? А может, это не я затоптал? Может, это вот это вот затоптало? Мелкий? Вот это вот, да. Нет, другой мелкий. Не тот мелкий, это тот курицу отменил. Так что не факт, что это я затоптал? Да, конечно. Погоди, а оно сразу опять замерзло? Что ж такое? Хватит ходить по этим. Они ходят по нашим... Ну ладно, по своим посевам. Блин. Ладно. Ну что, вторую соберем? Да не, хватит. В принципе. Зато у меня зерен дофигище. Я знаю, что надо же седло попробовать взять. Да, возьми седло, я пока... Седло и... Семена пшеницы я тоже оставлю. Может быть, курица попадется. Оставь, да. Слушай, а слизи у нас нет. Слизи у нас нет. Ну, значит, пока без веревочки. Пока просто пойдем. Зачем нам слизь, напомни, нашим зрителям? Слизь надо, чтобы скрафтить поводок. Там нужно... О, да, у нас елка с подарками отлично. Теперь совсем празднично выглядит. Паутинка нужна. Паутинка нужна и это самое... И слизь одна. Ну, слизняков мы тут вообще еще не видели. Поэтому... Хорошо. Ну что, пойдем к джунграм? Пошли. Пока светло. Уже полдень примерно. Так, а что нам с пшеницей нужно делать? Пока ничего. По идее, они должны приручаться так просто. Руками? Руками мыши. Несколько раз они тебя должны скинуть и потом, типа... Так, я вижу коров. А потом можно попробовать надеть седло и поездить. А, вот, все. Я вижу лошадей. Они тут рядом живут по направлению к джунглям прям. Так, отлично. Пони идут к лошадям. Вы только подумайте. Аккуратно тут дырка. Какая дырка? В земле. А, вот. У нас тут такая равнина-равнина. О, такая, да. Пещера. Пещерная равнина. Переключись на вид со стороны. Я попытаюсь оседовать вот это вот в яблоках полосатого. Оп! И, опа! Цирковой пони. Он меня скинул. Ты видишь это? Он горцует, а я стою на нем. Я тоже хочу кого-нибудь оседовать. Ну, оседуй. Переключись, да, на вид. Во, все. Мы на них садимся, они, значит, скидывают нас. Замечательно. Стой. Давай. Ну что, он меня больше не скидывает. Правда, управлять я им тоже не могу. Вот я ушел. Уехал! Куда? Какого черта он меня в пещеру завез? Да. Пардон, лошадь. Он меня в пещеру завез, ты представляешь? Мы теперь выбраться не можем. То есть, а ты, ну, просто правой кнопкой мыши? Да, просто пустой рукой. Правой кнопкой мыши. А, пустой, точно. Пустой, да? Да. Я туплю. О, прикольно. Включи вид. Я и сижу. Блин, я бы на тебя посмотрел, но меня лошадь завезала в пещеру. Я теперь откапываюсь. Где ты? Да, нет, нет, нет. Вот-вот-вот, вот в эту пещеру она меня и завезла. А, и тебя тоже, да? Сейчас вот. У меня тут подземная лошадь будет. Так, а здесь есть shift плюс... Да, там подсказка на экране. О, вот теперь у нас две подземные лошади, поздравляю. Так куда вы залезли? Ой, господи. И ты тоже упала. Так, а давай я попробую. А, все, я тут выкопал им, а они теперь могут выбираться. А если седло одеть? А если седло одеть, ты, по идее, сможешь ей управлять. Да, сейчас. Блин, уже закат. Сейчас попробую. Седло. Дай тебе седло попробовать, у меня два. А, давай, у тебя два седла даже? Да. Так, я выкину лишнее. Взял? О, взял, да. Так, я вот это вот, я в яблоках. А я вон того пробовала. Иди сюда. Она не седлается. А, погоди, я должен сначала на нее сесть, да? А потом... Так. Давайте я все-таки это от первого лица сделаю. Сажусь. Да, сижу. Скидывает. Сижу. Нажимаю инвентарь и... Седло. А еще на нее броню можно надеть. И да, я могу управлять лошадью, круто. Я пони верхом на лошади. Что за... Что за упор? То есть сидя... Инвентарь. Сидя открываешь инвентарь. А и кладешь туда седло. Вот. Ну-ка я... Просто по кнопке Е, да? Да, просто по кнопке И. Ну, И. Да. Итак, вот я на фоне луны. То ли я дурак. Горцую. У меня инвентарь на лошади не открывается. Наверное. И у меня такой пафосный вид. Что? Нажми И. Инвентарь. Ну, нажала. Ты... У тебя пустая рука должна быть. Нажала. Нажми И. Нажала. Ну, я даже не знаю. Может быть, мы еще мало с ней подружились. Она еще не хочет со мной. Короче, сейчас зомби все повылются. Там вот тут на лошадях рассекают. Я думаю, тебе все-таки нужно попытаться открыть инвентарь. Потому что я-то на своей лошади уже рассекаю нормально. А ты куда-то там ввезенная. Уже быстро передвигаться. Вон верхом на лошади. Стой, давай еще раз. Где вообще? Дубль два. С пустой рукой сядь на лошадь. Потом нажми инвентарь. Нажимай. Где ты вообще находишься? Да я вот тут, возле деревни. Вот я тебя вижу. Да, вот я тебя тоже вижу. Отлично смотришь сверху на лошади. Я не знаю. У меня какая-то неправильная лошадь. Она не хочет открывать инвентарь. Кнопка И. Ну, дожала я раз уже 20 кнопку И. Странно. Ой! Что это было? У тебя что, лошадь взорвалась? Не знаю. Может, это крипер был? Может быть, я не заметил. Ну, садись еще раз. Да блин, я просто зашел, вот открыл инвентарь. Ну вот, я просто села. Нажала Е. Нифига. А просто так, инвентарь можно надеть, не сажать? Вот, просто открывается. Замечательно. Круто. А если щелкнуть на лошадь правой кнопкой мыши, пустой рукой оде... О, это зомби-лошадь. Так, я сейчас отобьюсь. Конь, ты какой-то неправильный. Ты это знаешь вообще? Тут на нас зомби нападает, если ты не в курсе. В курсе. Вот он на меня смотрит и... Ну, приручайте своего коня уже. Вот мой с седлом, хорошо. А твой тебя скидывает. Мне кажется, он просто да, а меня еще не любит. Вот, я вижу сердечки вокруг него. Вот, все, получилось. Надевай. Надо было больше его объединить. А смотришь. Ты прям... О, броня! Офигеть! Офигеть. А второй брони у нас нет? Нет. Ну, только одну в сундуке. Блин, ну, ладно. Теперь красиво. Ну, давай, оседываем лошадей. Никако! Так, погоди, как мне оседовать-то ее правой кнопкой мыши. Да, кстати, теперь, когда она прирученная, можно правой кнопкой мыши даже, когда... Не пустая рука. Вот, замечательно. Жалко, поводочка нет. Я же отключу интерфейс, мы полюбуемся. Е-е-е, если подпрыгивать пробелом, то она горцует. Я еще и с мечом. Зато релетающая пони. Летающая пони на лошади. Офигеть. Ну, ладно. Что будем делать в этой странной сеть? Прикольно. Да. Слушай, давай... А если я махаю мечом верхом на лошади, я могу бить пауков? Знаешь, мне кажется, мы можем их все-таки завести к нам. Слушай, я могу бить пауков, сидя верхом на лошади. Я говорю, можем их к нам завести? Может, они не сразу убегут? Ну, давай заведем их. Без поводка-то. Это вообще опасно, у нас, между прочим, середина ночи. Типа... Опасно. Вот у нас ворчок. Опасно. А можем перепрыгивать верхом на лошадях, нет? Да. У меня не получается. Не, я цивилизованно открыл, зашел. Не, я перепрыгнул. А, что-то я лошадью не могу зайти, не помещаюсь. Веря прыгнула? Да. С разбега, что ли? Ну, да. Эх. Нет. Если я нажимаю shift, я слезаю. Не, я просто, ну, пробелом. Да? Да. Что-то я не могу. Ну, правда, я с клеточки выше прыгала. А, ну, так, блин. С клеточки выше кто угодно может. Окей, я тоже. Оп. Ну, вообще, они через забор должны перепрыгивать. Окей, окей, я перепрыгнул. Все в порядке, лошадь разошлась. Куда? Куда мы ее поставим? Мне вот интересно, она это самое... Как это все странно выглядит. Знаешь что, я с нее все-таки сниму это самое седло. Для успеха. А вдруг убежит? Без полотка. А, может, теперь они точно убегут, нет? Ну, ладно, давай снимем седло, типа пусть отдыхают. Все. Ну, на самом деле седло там мне еще не жалко, а вот... Давай их где-нибудь припаркуем. Прежде чем снимать, припаркуем их где-нибудь вот под елкой. Давай. То есть все равно уйдет. Ну, может, не уйдут. Ладно. Давай подождем утро и куда пойдем? Может быть, пойдем все-таки сходим в джунгль, нет? Без лошадей. Зачем мы их... А зачем мы их тогда взяли, если без лошадей? Жалко. Ну, ради хохмы. Пони на лошадях ради хохмы. Как ты своего назовешь? Не знаю. Буцефал. Как там звали того, который не выдержит джунгль? Это вообще девочки или мальчики, интересно? Кто их знает? Ты помнишь, как их разводить? У меня, кстати, не плохо так паук подел. Золотым яблоком. Золотым яблоком. У нас и обычных, кто не уверен, есть. Есть у меня. У меня три яблока есть. Ладно, а ты показала ковры, как ты там сделала? Ну, мы в доме бегали сейчас. А, да, мы же ковры еще в той серии мы еще ковры делали. Мы же, помните, в прошлой серии, ну, для нас она была позапрошлая, мы разобрали же этот самый храм. Вот у нас оранжевые ковры, это те самые. Ну, коврики просто делаются из две шерсти, равно три коврика. Вот. Вот такая красота у нас теперь. Все, на верхнем этаже. Правда, вот с коврами, единственное, на них нельзя сверху ставить. То есть тут везде, где под предметами, там нет ковров. Эй, откуда ты приполз? Куда он приполз? Паук, что ли, паук? Не знаю. А, давай сходим за этой самой. Я тебе помогу паукал бить? Я что-то по нему не попадаю. Все. Кстати, из пауков выпадает эта самая, это хорошо. Пошли, посмотрим на нашу, эту самую, тростник, который мы сажали. Я, конечно, ранен, но ладно. А, вот, кстати, да, пошли, мы соберем тростник, попробуем подарки упаковать. Там нужна бумага. Для бумаги нужен тростник. Да. Пошли. Ты помнишь, где он тростник? Где ты сажал тростник? Да, вот тут внизу. Тут вот рядом с рекой? Пошли. Вот прямо тут вот рядом зоби. Прямо рядом зоби. Ой, смотри, какой это зоби-жеребенок. Ой, маленький, милый зомби, давай его. Да. Нет, домой мы его не возьмем. Кстати, дофига цветов растет. Так, вон еще кони-зомби. Тоже жеребенок. Тоже он жеребенок. Что такое? Они решили размножаться. Они решили атаковать каваем. Короче. Каваем. У меня, кстати, металл кончился. Да, вот в следующей серии надо идти в шахты срочняк. Общая срочняк. Так, вот пока отбиваются водоплавающие зомби. Ты собираю весь тростник, а потом им сажаем. Ну, тут остался только один, что его собирают. Ну, ладно, я девять штук собрал. Мы посадим. Остатки тут вырастают большие длины. Ну, хватит нам на бумагу хоть? Сколько для одного подарка нужны бумаги? Четыре. Четыре бумаги, а для каждой бумаги три тростника. Короче, подарки мы будем упаковывать ближе к Новому году, да? Пусть пока. Давай пока этот трой... Я предлагаю весь бамбук, который у нас есть, высадить. Ну, так у них снег. Блин, вот здесь вот. Я посадила весь. Там он на той стороне еще, на самом деле. Я тоже сейчас посажу. Ну, ладно, все равно высадим, чтобы пусть он растет. Писки рядом с водой. Он не сажается. Как его сажать? А, потому что рядом со льдом. Лед нужно разбить. Какие подробности были? Да, нужно было лед разбить. Кстати, слушай, может быть там на грядках факела какие-нибудь поставить? Может, не будет замерзать тогда? Да, хорошая идея. А то как-то неприкольно, что она сразу же замерзает. Супер. А, окей, я посадил весь трассник. И зимний мод. Так, пошли поставим какие-нибудь факела на грядках, да? Что у нас гирлянда не светится? А, светится. Просто я не вижу. Ну и как мы их поставим? Не знаю, на что-нибудь. Откуда у нас вообще паук приполз? Сверху. Ты знаешь, пауки свободно ползают по поверхностям, поэтому он мог приползти откуда угодно. Ну как он на дом-то залез? Лошади бегают наши. Блин, тут уже снегом занесло наши бывшие грядки. Надо это самое, как его называют, мотыгу сделать. Да, мотыги даже нет. Вот, берешь и сюда ставишь факел. Я, правда, не уверена, что будет какой-то профиль. Ну, давай вот так вот факел поставим. Я предлагаю вот здесь поставить рядом, где у нас центр воды, факел вот так вот. Сейчас я пойду хотя бы каменную мотыгу сделаю. Не, мне приходится ее вытаптывать, иначе я факел не могу поставить. Потому что потом мотыгой пройдись. Все, я вытаптал, теперь могу поставить факел. Вот, отлично. Теперь, я думаю, у нас вода не будет замерзать. И светло. Потому что наоборот, радость-то какая, что светло. Так, я иду с мотыгой, у тебя еще пшеница. Да, у меня есть семена пшеницы, так что здесь с мотыгой, я тут снег убрал. Между под факелами выросла трава. Какая-то неправильная мотыга. Я думаю, ты немного не той стороной мотыгу применила. Не нужно копать. Ты ее правой кнопкой применяй, не левой. Да. Да, вот так вот. А я буду сажать. Не той стороной. Ну, не знаю, может, ты ручкой копала. Да. Вот. И он там еще. Где еще? А у нас тут все нормально растет. Нет, вот там, вот тут. Снег можно убирать. Это прям не видно, где. На самом деле, грядки довольно красиво украшены. Ладно. Я думаю, достаточно факелов вот так вот четырех вокруг воды. Ну, посмотрим на этой грядки. Если получится, то на следующих сделаем. Чтобы можно было нормально выращивать. Давай вторую так оформим. Где у нас вторая? Пошли. У нас там не вторая, у нас еще третья и четвертая. Ну, пошли к ним. У нас всего четыре грядки. Так, давай. Я вытопну. Ну, сама помешу. А, тут еще и моркова, кстати. Стоп. Каучи, я сейчас оформляю факелами. Да, морковка. Морковку тоже соберем. Я вот так вот вытопчу. Оп, оп. Серьезно, посмотри на меня. Ты видела? Так, моркова. Посажу моркову туда, куда я ее случайно собрал. На самом деле, не собирался собирать. Морковь нам для чего нужна, напомни? Жрать. Жрать. Ну, еще для свиней можно. Кстати, свиней вокруг тоже дофига бегает. Но мы пока займемся освещением грядок. Вот. Ты посадил там, где... Да, что не видно, растет. А, все, да. Где у нас еще грядки? Вот еще грядки. Это типа день, что жители бегают? Да, типа день, просто шторм. В смысле, пурга. Пасмурный день, да? Пасмурный день, да. Так, все. Это картошка. У нас на самом деле такие огороды. Картошка? Да, у нас есть картошка. Вот сейчас вот это грядки с картошкой. Хочешь, вывески поставь, если мы их путаем. Ну, я вытопнул прицельно и воду поставил, да. Отлично. У нас сельскохозяйственная огородно-животноводческая серия. Корова, ты стоишь на морковке. Я вот даже пойду посмотрю. Это морковка, а это картошка. Вот это картошка. Сейчас я вытаптываю. Ладно, окей, я по этим не вижу. По хвостикам. Ну, тут с одной стороны морковь, с другой. Ну, ты знаешь, пока не замерзла. Ладно, даже знаешь, если... Хотя снег идет. Даже если здесь не будет, это... Это все равно красиво с факелами. Не, по-моему, оно еще быстрее расти будет из-за того, что освещение. Ну, да. Можно еще потом как-нибудь факелы устроить. Мы понимаем, что мы очень примитивно сейчас факелы раскидали, но чисто ради того, чтобы не замерзало. Можно, конечно, потом какие-нибудь красивые фонари соорудить. Пока сойдет так. Все? Украсили? Да, сейчас я какао-бабы. На самом деле, пора завязывать. Уже. У нас будут печеньки. Бабы? Ты же бабы собираешь? Ну, они же очень быстро спеют. О, круто, посадил сразу же. Кстати, вот, факел наверх надо поставить. Э. Блин, как мне его поставить. Конь. Богатырский, ты стоишь на грядке. Вот, вот. Я еще тогда хотел поставить факел. Ну, правда, этого на записи нет. Да, когда мы поставили бобы, я долго бегал вокруг, думал, надо что-нибудь поверх поставить красивое. Факел поставим. Это такая мини-бобовая елка. Нет, можно было, конечно, росток посадить, как а у бобового дерева, но он так быстро разрастается, что тут просто будет потом такая дура. Ну, все. Я думаю, интересно получилась серия. Где твой конь? Вот это мой в яблоках. А где твой? А мой, вон он, под деревом, вон он. Да, вон. Слушай, у нас такая уже ферма. У нас есть картошка. Коняшка. А, кстати, а сырую морковь можно есть? Ты-то не смотри туда, на волю. Да, сырая морковь примерно как печенье. Я поем. Даем я уже печенье. Я тебе дам. Не смотри на... Вот иди отсюда тогда. Ты от свободы лошадь, да? Да. У нас тут деревья растут, кстати. Выросли деревья? Леон сен нахочет. Смотрите, мы посадили деревья вот здесь. Это наши деревья посажены, да? Мы их когда сажали? У тебя есть пшеница? Дай ему пшеницу. Ну, не пшеница, а... Семена пшеницы? Нет, нет. Нормальная. Пшеница? Нормальная? Да. Окей, даю. Будет он есть? Нет, я на него верхом сел. Ну, значит... А бить его пшеницей, я думаю, плохая. Да. Ну, ладно. Ну, ладно. Давай на этом закончим нашу серию. Я пока на него тратить не буду. Давай закончим серию. А вот, значит, такой у нас тут ферма, я думаю, ранчо уже. Это уже не ферма, это уже ранчо, я думаю. Если у нас есть и лошади. А у нас корова где-то здесь, нет? Уже убежала? А, вон вдали. У нас тут три коровы должны где-то на территории ходить. Ну, ладно. Это, конечно, не сладкое яблоко, да? Потому что яблоки у нас что-то здесь не растут. Зато у нас есть... Неправда. Тут было огромное дерево вместо вот этого маленького. Я его срубила, и там три яблока упало. Это у нас дубы, на самом деле. Я точно помню, что вот сзади, за нами растут дубы. Ну, там тоже дуб, но с него упали яблоки. Кстати, чтобы они лучше росли, тоже можно факелы поставить. Ну, в принципе, у нас и так нормально. Они так нормально растут. Да, ладно. Я думаю, на этом мы закончим нашу серию. Так что, если вам интересно продолжение, подписывайтесь на канал. На наши каналы. Напоминаем, что прямо сразу в описании есть ссылка на вторую часть, так сказать, серии. На второй взгляд мы записываем одновременно и от моего лица, и от лица Тома. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы, и до встречи в следующих сериях. С вами был Крис и Тома. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok